Уходящий год запомнился целым рядом событий в отечественной экономике. Одно из них – стремительное подражание недвижимости. Среди причин есть как объективные, так и субъективные. Что происходило на Тверском рынке жилья и что нам ждать в 2022 году? Об этом рассказывает наш корреспондент. Рост цен на металл, а также на большинство прочих стройматериалов, который начался еще в конце 2020 года, задал тон и на весь 2021. Свою лепту внесла и льготная ипотека. Причем стоимость жилья сначала подняли застройщики, а затем, глядя на них, и продавцы вторички. В итоге квадратный метр в Тверской области подорожал по некоторым оценкам почти на треть. И конца края этому процессу не видно. Цены росли в течение всего года. Сейчас смотрим, да, видим небольшое затишье. В декабре нет такого ажиотажа, как каждый год. Мы все ждали снижения цен. На 17 декабря у нас Центробанк повышает ключевую ставку до 8,5%. Соответственно, снижения цен не будет. Цены будут продолжать расти. В этой связи, несмотря на то, что в регионе реализуются самые разные проекты, от дорогих, премиум-класса, до масс-маркета, люди все-таки пытаются экономить. По словам Натальи Ворониной, все больше растет спрос на квартиры бюджетных вариантов. Причем заметно увеличилась популярность вариантов с полностью готовой отделкой. Выросли цены на стройматериалы, да. И застройщик делает намного дешевле ремонт, чем это сделает семья. За счет того, что передается объем работы подрядчику, да, и застройщик может на цене за квадратный метр за работу сэкономить хорошо. А люди, в принципе, эконом-сектор требует абсолютно типовой ремонт. Поэтому те варианты, которые им предлагаются, да, их устраивают. И здесь все выигрывают только от этого. Что касается перспектив на наступающий год, то эксперты прогнозируют сохранение в Тверской области таких же темпов строительства. И тут многое зависит от Центробанка и его коммерческих коллег. Ведь если ставка ипотеки подскочит до 10 и даже 11 процентов, то число граждан, имеющих возможность купить дом или квартиру, заметно сократится. Ведь доходы у населения, если и растут, то далеко не такими темпами, как цены.